В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. В соцзащите Ленинского городского округа проходит реорганизация. Мы уже на протяжении более года не ведем прием граждан в управлении здесь у нас. Продолжается экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». Взамен удаленных старых, возрастных и больных деревьев мы производим высадку здоровыми, молодыми, красивыми саженцами. В Горках прошел восьмой этап чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание. В соцзащите Ленинского округа проходит реорганизация. Помимо смены названия, в ее состав теперь входит управление опеки несовершеннолетних. Какие еще произошли изменения и как это повлияет на обслуживание населения, узнала Юлия Погасьян. Жизнь не стоит на месте, нельзя бояться перемен. В этом уверены сотрудники соцзащиты Ленинского округа, которое отныне именуется окружным управлением номер 15 Министерства социального развития Московской области. Ближе к людям, а это новый лозунг организации, развивается онлайн-консультирование. Модернизируется колл-центр. Теперь звонки принимаются по номеру 1226. Работает чат «Социалка видная», в котором уже более тысячи получателей услуг. Мы уже на протяжении более года не ведем прием граждан в управлении здесь у нас. То есть обратиться за консультацией можно как в МФЦ. Значит, у нас сотрудник постоянно там находится, без выходных. Значит, в понедельник, в воскресенье, на втором этаже, в четвертом окне, значит, наш сотрудник консультирует граждан. Записываться туда не нужно, можно прийти в любое время. Благодаря новейшим технологиям сейчас для того, чтобы получить социальную выплату, личное присутствие не обязательно. Все запросы осуществляются в режиме онлайн. Тем более сейчас большинство заявок вообще не требует подачи каких-то дополнительных документов. То есть, как правило, достаточно одного паспорта. Данные, значит, если требуются данные о доходах гражданина, либо подтверждение его прописки регистрации, значит, все это запрашивается через СМЭФ-запрос, и мы получаем информацию о том в течение короткого времени и позволяет нам, значит, произвести назначение той или иной меры. Модернизация коснулась и муниципальной опеки несовершеннолетних. Организация вошла в состав окружного управления номер 15. В полном составе, нужно сказать, то есть мы сумели сохранить тех специалистов, которые там работали. Есть, конечно, небольшие изменения, в том числе и по месту нахождения, значит, отдела опеки, который занимается несовершеннолетним. Сейчас они находятся у нас по адресу Школьная 60. Почему так говорю? Потому что у нас тоже опека есть, но у нас была до этого опека над взрослыми, совершеннолетними, недееспособными гражданами. Теперь добавилась еще вот опека детская. Более 70 услуг оказывает окружное управление. Самые востребованные – социальный проезд и компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Коршлева, Видное ТВ. Муниципалитеты продолжают высаживать деревья в рамках областной экологической акции. На Петровском проезде было выбрано несколько площадок с учетом пожеланий местных жителей. На одной из них побывала наша съемочная группа. Подробности у Натальи Буслаевой. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» помогает не только спасать лесные массивы, но и благоустраивать дворы и улицы. В экологическом мероприятии активно принимают участие представители администрации и служб округа, а также неравнодушные жители муниципалитета. Хорошо, что эта традиция осенью. Наступают замечательные дни бабьего лета, и мы постараемся как можно больше посадить на территории нашего Видновского края замечательных разных деревьев. Пусть это будут яблони, пусть это будут туи, пусть это будут ели, пусть будет у нас зеленое и красивое. На Петровском проезде площадки для высадки деревьев, а также виды растений выбирали с учетом пожеланий местного населения. Мы выбрали место такое, которое наиболее проходимое, потому что здесь до этого были заросшие, ситуация заросшая, тут вырубалась часть старых деревьев, больных. Люди обращались, просили восстановить, вот мы обещали людям, мы ее сейчас помогаем, восстанавливаем. На данной территории у нас было комплексное благоустройство в прошлом году, и, соответственно, взамен удаленных старых, возрастных и больных деревьев мы производим высадку здоровыми, молодыми, красивыми саженцами. По заявкам жителей, которые согласовали с жителями, спросили, что бы они тут хотели, начали в прошлом году высаживать туевую аллею, сегодня продолжаем ее высаживать. Ну а здесь, в зоне, в видовой зоне, сажаем шаровидную тую. Помогают сажать деревья участникам акции представители общественных организаций. Руководитель движения «Видный волонтер» Сергей Тен рассказывает, что именно с таких шагов начинается культура бережного отношения к природе. Это отличный пример не просто для жителей, а для подрастающего поколения. То есть подрастающее поколение – это наша, так скажем, целевая аудитория, для которой мы все это делаем, чтобы показываем своим примером, что нам небезразлична окружающая среда, и, в частности, зеленая часть нашего округа. Для посадки хвойных деревьев сентябрь – наиболее благоприятный месяц. Почва еще мягкая и способствует разрастанию корневой системы. Поэтому саженцы должны хорошо приспособиться к новым условиям и радовать жителей и гостей Петровского проезда. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Звание лауреата премии Ленинского городского округа традиционно вручается в День города Видное и Ленинского округа. Одним из тех, кто получил награду из рук главы муниципалитета Алексея Спасского, стал председателем окружного совета ветеранов Сергей Байков. Почетное звание лауреат премии Ленинского городского округа присвоено Сергею Сергеевичу Байкову, председателю Ленинской районной общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Сергей Сергеевич Байков возглавляет совет ветеранов муниципалитета с декабря 2019 года, когда его единогласно избрали на этот пост. Звание лауреата премии Ленинского городского округа он считает оценкой деятельности всех тех людей, которые активно участвуют в работе ветеранской организации. Сама по себе общественная работа – это работа для подвижников. То есть у нас и в Совете ветеранам, и в ветеранском активе, а ветеранского актива у нас более трех тысяч человек, те, кто активно принимает участие в ветеранской работе, неравнодушных людей нет. Они работают только из своего собственного убеждения, внутреннего убеждения и необходимости для них самих внутренне принимать участие в общественной жизни нашего округа. За почти три года сделано немало. Это и установка мемориалов и памятных табличек, посвященных героям Великой Отечественной, и создание книги памяти, где собраны имена жителей округа, погибших во время войны, и реализация масштабного проекта – создание стены памяти. За прошедшие годы мы видели, что на каждом этапе развития и нашего района, да и государства в целом, Сергей Сергеевич правильно определял и тактику, и стратегию работы ветеранской организации. В качестве примера, в тяжелые годы пандемии мы понимали, что наша задача – это сберечь здоровье ветеранов. Поэтому вся работа ветеранской организации была построена, естественно, на дому, но мы принимали все меры к тому, чтобы заботиться о ветеранах и оказывать посильную помощь. В прошлом военный Сергей Бойков привык ставить перед собой и другими людьми четкие задачи и находить пути их реализации. И речь не только о масштабных проектах. Совет ветеранов – это большой слаженный механизм, в котором нет мелочей. При его энергии он полностью преобразовал работу Совета ветеранов. Так он компетизировал полностью работу. И второе – вот сейчас смотрите, как у нас светло. Понимаете, он освещение даже поменял, все буквально в Совете ветеранов. Это тоже огромный троп. И сейчас идет реализация нескольких больших проектов. Среди них – создание книги памяти погибших в локальных конфликтах, включая спецоперацию на Украине, установка нескольких памятных досок. Но главное, по мнению Сергея Сергеевича, это работа с ветеранами и молодежью. Первая и основная задача ветеранской организации – это поддержка людей старшего поколения ветеранов. Поддержка – это и моральная поддержка, потому что многие, как бы у нас есть одинокие люди, которые отдельно проживают, им нужно общение, им нужна помощь, даже порой не материальная, а просто моральная и психологическая. Вторая – это военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Планов громадье, но все, кто знает лауреата премии Ленинского городского округа Сергея Бойкова, уверены, он справится. А ветераны, администрация округа и рядовые жители всегда готовы прийти на помощь. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Веселым праздником проводили лето жители улицы Ольгинской. Несмотря на непогоду, разноцветный костюм, клоуна Алекса, задорная музыка и большое желание повеселиться помогли сделать дворовое мероприятие ярким и запоминающимся. Как это было, расскажет Татьяна Брылова. Ну и погодка, сказали бы одни, а другие просто взяли да и вышли во двор, где веселая музыка приглашала к играм и развлечениям. Перетягивали канаты, ходили паровозиком, прыгали через скакалку и отгадывали загадки. Дети превращались в утят, а родители – в котят. Докрым! Докрым! Время происходящей были их эмоции. Взрослые, конечно, выражали свой восторг не так ярко, но от радости детей и сами получали удовлетворение. Я считаю, что это, конечно, здорово. И если это войдет в систему, то это будет замечательно. Руководство территориального отдела «Видная» Расторгуева совместно с депутатом решили в этот день отметить самых активных жителей, кто всегда помогает и участвует во всех важных начинаниях. Благодарственным письмом награждается Ерешова Елена Владимировна. Холодную погоду, естественно, для согрева и для чая. Спасибо вам большое, здоровья вам. Одна из награжденных, Ольга Виноградова, уверена, что не за благодарности и подарки каждый из них отдает свободное время на пользу Расторгуеву. Важен результат. А сотрудничество с терротелом помогает решать вопросы. Но мы живем здесь, хочется все-таки, чтобы было и для детей все хорошо, и для нас тоже. Просим, помогают, очень даже хорошо помогают. Отопление вот просим, но сказали, ждите, осталось чуть-чуть. Немного осталось и до настоящих осенних холодов. И этот праздник, который помог устроить молодежный центр энергии и незаменимый в этих делах клоун «Аликс», запомнится надолго всем его участникам. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видно-ТВ. Восьмой этап чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание прошел в деревне Горки. В числе участников соревнований 12 пилотов. Наша съемочная группа болела, разумеется, за видновчан. Ревели моторы и бушевал огонь. И все это в непростых погодных условиях. На трассе клочья мокрой грязи и земли. Так в Горках открылся восьмой этап чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание. За адреналином приехали спортсмены из разных уголков Подмосковья, а также столицы и других городов. География участников постоянно расширяется. Огромное количество участников в последнее время стали подтягиваться, что называется, подрастающее поколение. Потому что этот спорт у нас начал развиваться примерно лет 20 назад. И одно время как бы не было достаточно много участников. А сегодня мы видим здесь из Домодедова, из Красногорска, из Чехова, из Подольска. Ну и конечно сегодня очень большое количество участников представлено нашим городским округом. Желаем удачи всем. За рулем болида под номером 63 гонщик из Москвы, каскадер Андрей Березкин, который не пропускает ни одного заезда в Горках. И сегодня, по его словам, трасса сложная, когда все может поменяться в одну секунду. Забегая вперед, скажу, что пилот Березкин придет вторым, хотя на протяжении всей гонки его позиции менялись и не раз. Получается практически как зимой. Все очень скользко, тебя везде несет. Как говорится, кто зимой хорошо едет, тот по такой грязи тоже хорошо едет. Я люблю, когда чуть-чуть по суше. Чуть-чуть по суше. Когда не вот эта жижа, когда сильно несет, приходится немножко бороться с автомобилем. Я люблю, когда по суше и скорость была бы побольше. Также в группе лидеров, где всегда самая яркая и упорная борьба, победитель предыдущих гонок Антон Рыжиков из Домодедова. В перерывах между заездами мы узнали у чемпионов формулу успеха. 90% успеха – это то, что ты сделал в гараже. А остальные 10% – это то, как тебе тут повезло. Тут такой вид спорта, ограничений нет в технике. Поэтому можно творить все, что хочешь. И тем он и хороший этот спорт. Правила просты. Несколько предварительных заездов – утешительный и апогей финал. Проявить себя гонщику надо не только в скорости, но и в умилых маневрах и смекалке. А учитывая полную погодных сюрпризов трассу, едва ли не главная спутница пилотов – удача. Не менее азартно на этом автомобильном шоу чувствуют себя и болельщики. Атмосфера удивительная. Адреналин чувствуется в каждой нотке происходящего. Очень круто, мне очень нравится. Первый раз приехали, прям эффектно. Очень здорово. А вам понравилось. А самому за рулить захотелось? Захотелось. Захотелось, конечно. Очень интересные гонки. С каждым сезоном, даже с каждой гонкой зрителей становится все больше. Люди специально приезжают за яркими эмоциями. 22-й год для гонок на выживание просто отличный. Потому что мы получили поддержку администрации. И сразу люди ее почувствовали. Потому что все комфортнее и комфортнее пребывание на гонках для людей. Культурная программа появляется. Трасса обустраивается. Вся зрительская зона. Пилоты тоже поддерживают. Больше машин. Больше вкладывают в машины. Борьба становится интереснее и плотнее. 12 железных монстров сразились в схватке. Но победа досталась лишь избранным. Обладателем золота стал Антон Рыжиков из Домодедова. Вторые и третьи места у Андрея Березкина и Алексея Ахметова соответственно. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok